Друзья мои, психология занимается внутренним миром человека. Мы с вами на протяжении всех этих роликов занимались экологией нашего внутреннего мира. Чтобы наш внутренний мир был гармоничен, чтобы его не занимали досужие фантомы, чтобы они не разрушали качество нашей жизни. А вообще, что такое внутренний мир? Это и чувства, это и эмоции, это какие-то мировоззрения, какие-то установки. Внутренний мир как бы рождается вместе с нами и развивается вместе с нами. Более того, наш внутренний мир подвластен нам. Или тем обстоятельствам, которые нас окружают. Я всегда говорю, что держите руль своей судьбы в своих руках. И тогда вы сможете разобраться не только с вектором направления судьбы, а вот этот ролик и нацелен на то, чтобы определить азимут ваших целей, смысл вашей жизни. Чтобы действительно не панические атаки, не фантомы занимали вашу жизнь, и не они являются водителями вашей судьбы. И только вы. И только вы. Мы с вами разговаривали вот уже более там 8-9 часов. Вы еще пересматривали. Вы как бы с вами сроднились. Вы видели не только, что я какие-то вам слова говорю, но и каким-то образом воздействую на вас и эмоционально, и энергетически. Я делюсь своим внутренним миром. И он должен тоже быть чистым и экологичным. Он должен давать вам, мой внутренний мир, заряд бодрости, энергию на будущее, на конструктив. Из нашего внутреннего мира складывается не только качество нашей жизни, не только вектор развития нашей судьбы, не только в взаимоотношениях с окружающими, но наш внутренний мир отражается и на нашей внешности, отражается на наших психосоматических реакциях и даже на здоровье. Мы будем говорить вот сейчас с вами о внутреннем мире более подробно и предметно, но я сейчас хочу рассказать небольшую притчу. Леонардо да Винчи, гениальнейший человек, какой там художник, он просто гений, он рисовал тайну вечеринку. И ведь смысл этой картины – борьба зла и добра. И вот он искал образ Иисуса Христа, найти натурщика. И как-то случайно он в церковном хоре увидел мальчика, подростка, который, ну вот, походил внутренним миром, внутренним содержанием на образ Христа. Он его пригласил, и он нарисовал образ Христа. Посмотрите, это источение добра, всепрощения и покровительства над миром. Посмотрите эту картину еще раз. И вот он все остальное там рисовал, и вот нужно было найти какое-то противодействие, Иуду нарисовать из образа зла, который предает, который хотел бы уничтожить это добро. И вот он искал. Много было натурщиков, не получалось. И вот уже прошло более трех лет, и он шел, видит, в грязи валяется какой-то, как сейчас говорят, бомж, какой-то нищий, грязный, вот весь опухший, нестриженный, какой-то вот воплощение мерзости, зла и такого отвращения человеческого. Он своим помощникам говорит, приведите мне его. Они привели его в его мастерскую этого человека. И он его посадил, тот не поймет, где он, что он. Он говорит, сиди, я буду тебя рисовать вот на эту картину. Он говорит, а я где-то эту картину видел. Ну, во время рисования заводится разговор. Оказывается, это был тот подросток. Тот подросток, с которого он рисовал образ добра, образ Иисуса Христа. Вот как меняются наши внутренние миры и наш внешний облик. Давайте заниматься дальше. Наш внутренний мир – это наша жизнь. Это смысл нашей жизни. Я вас люблю. У нас все получится. Слушаем дальше.